Зима правит бал. 20-е числа ноября удивили ульяновцев сильным снегопадом и метелью. Всему виной балканский циклон, который буквально накрыл регион. Коммунальные службы с трудом справляются со стихией. Автомобильные дороги и трамвайные рельсы утопают снегу. Чистят пути сообщения повсеместно, однако работы усложняют непрерывные обильные осадки. Кольцо на дамбе Северное депо УКСМ. Ежечасно трактористы расчищают заносы. Работы проводятся во всех районах города. На данный момент, с самого начала, ульяновский транспорт работает в статном режиме. Мы на данный момент вывели только 6 единиц техники, 15 манчёров службы пути для очистки стрелок. Потом у нас работает 25 дворников, 24 часа на 7 и дополнительно в ночь выходит 2 снегочиста. То есть у нас как выпуск был 80 трамвайов с утра и 30 троллейбусов. Мы это всё сохранили. Единственная проблема – это застрявшие машины, помехи на дорогах автомобилей. Снегоуборочные трамваи выходят в рейсы только по ночам, чтобы не повредить автомобили потоком снега с камнями и льдом. Дорожникам сейчас приходится нелегко. У водителей 11-часовая смена. Трактористы работают с 4 утра. Снег сырой и тяжёлый, поэтому после уборки дороги подчищают повторно. Много-много. Работы полно. Сам видите, вот. Сейчас вот с 4-х часов Гончарова прошли сквер. Пластово, Венец, памятник Ленина убрали. Вот сейчас площадь. Вот. Работы полно. Алексей Русских провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Губернатор распорядился о введении круглосуточного оперативного штаба. Он поручил Минтрансу организовать горячую линию. А главы муниципалитетов должны собрать группы добровольцев, помогающих застрявшим на дорогах. Сформировать отряды волонтёров, обеспечить их транспортом, снабдить питанием и отправлять на помощь людям, которые оказались скованными на межрагиональных трассах. Группы волонтёров формировать из числа жителей муниципалитетов, которые находятся поблизости к трассам. Оказать содействие сотрудникам МЧС по спасению людей. Напомним, 20 ноября в Ульяновске выпало более половины месячной нормы осадков. В ночь на 21 ноября городские власти вывели на дороге 81 единицу техники. А 22 ноября ввели время на ограничение движения междугородних автобусов. Сегодня с 8.45 введено временное ограничение для движения грузовых и маршрутных транспортных средств на участке федеральной автомобильной дороги М5 «Урал». И также введено временное ограничение на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ульяновской области. На данный момент ограничения сохраняются. Представители профильных ведомств советуют отказаться от междугородних поездок в ближайшие сутки. По данным гидромедцентра, к концу недели погода придёт в норму. Виктория Черкова, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.